Утро пятницы – время проведения оперативного совещания под председательством главы городского округа Мытищи. Виктор Азаров, прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, значащихся в повестке дня, отметил, что приближаются новогодние праздники и город должен выглядеть нарядно. У нас задача традиционно до 10-12 числа. Все новогодние оформления, естественно, сделать города. Ирина Владимировна, поработать с нашим потребительским рынком, хотя крупные торговые центры давно уже оформились, для них это дополнительные покупатели, реклама и прочее. Москва тоже начинает оформляться, но нам надо выходить со своим оформлением. Все-таки город будет выглядеть попривлекательнее. Информация об изменениях с 1 января 2019 года, платы за жилое помещение, а также стоимости тарифа за сбор, вывоз и захоронение мусора, рассказала заместитель главы администрации округа Светлана Лысенко. Она также подчеркнула, что с нового года вывоз мусора будет считаться коммунальной услугой. И Мытищи будет обслуживать филиал управляющей компанией «Региональный оператор», расположенный в Сергиевом посаде. Тарифы уже утвердили. И согласно указанному постановлению, по нашему оператору они составят 866 рублей 10 копеек на метр кубический, что в 1 из 6 раза превышает действующий ныне тариф 556 рублей 16 копеек за кубический метр. В пересчете на 1 квадратный метр стоимость услуги по сбору, вывозу и захоронению ныне действующей 4 рубля 90 копеек с квадратного метра. Соответственно, стоимость коммунальной услуги с 1 января 2019 года составит 8 рублей 23 копеек с квадратного метра. Еще одним важным вопросом, значащимся в повестке дня, стала информация о состоянии рынка труда в муниципалитете. Так, за 2018 год центром занятости населения оказано более 6 тысяч государственных услуг, проведены ярмарки-вакансии, которые посетили 2855 человек. Министерством социального развития подведены итоги конкурса на лучшую организацию Московской области, предоставляющую рабочие места для подростков. И три наших организации – Матичинский историко-художественный музей, Матичинский машиностроительный завод и лицей номер 2 – получили дипломы второй и третьей степени. О том, как в округе осуществляется работа по сбору коммунальных платежей и мероприятиях по снижению задолженности, рассказал Александр Поляков. За 10 месяцев 2018 года по всем видам жилищно-коммунальных услуг начислено и предъявлено населению к оплате 4,509,343,000 рублей. Получено от населения с учетом оплаченных долгов за предыдущие периоды и перечислено в адрес управляющей компании ресурсоснабжающих организаций и иным поставщикам услуг 4,464,882,000 рублей. Завершилось оперативное совещание видеообзором «Позитивные новости», где команда телеканала «Первый Матичинский» представила главные события округа за ноябрь 2018 года. «Ноябрь. Первая его часть радует осенними деньгами, а под конец к нам приходит настоящая зимняя сказка». Таковы итоги работы за прошедшую неделю. А чем будет жить наш округ на следующий, узнаем совсем скоро. Алла Сталаева, Андрей Капустин. Информационная программа «День».